Где-то получился сбой. Он как чужой ребенок. Он есть и нет. Сейчас закрыт. Центр Кронштадта – здание бывшего минного офицерского класса, где в 19 веке обучалась вся морская элита русского императорского флота. А еще это место называют «Колыбелью радио». Отойдите дальше, на 50 суженей. Ведь именно здесь, в этом дворе, в этом доме и на этой крыше в 1895-м был проведен первый эксперимент по передаче сигнала без проводов. Включаю! Еще два года назад сюда водили экскурсии. Музей Александра Попова был на первом этаже. Остальные помещения хранили память о становлении флота. Теперь по одной из самых старинных построек Кронштадта, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, гуляет только ветер. Памятник истории, принадлежащий Министерству обороны, превращается в руины. Сейчас здесь полнейший разгром. Ну, допустим, несколько лет назад еще здесь степлилась какая-то жизнь, но, знаете, производило это все впечатление не сильно лучше. Люди вообще не понимали, как так может быть у нас в стране, которая тут пытается гордиться, заявлять о своих достижениях, о своих амбициях в каких-то сферах, когда объекты культурного наследия, которые действительно являются подлинными, свидетельствами вот этих всех наших достижений реальных и немнимых, находятся в таком ужасном состоянии. И как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи. Это модель первого радиопередатчика Попова. Туристам сейчас показывают выставку в итальянском дворце, где приютили уникальные экспонаты. Сначала думали, что на время, но спустя два года больше склоняются к версии, что навсегда владельцам исторического здания до истории, похоже, нет дела. Если вопрос говорит о том, что есть ли деньги или нет, то, конечно, они есть. Но надо правильно их распределить, скорее всего. Ну, те, кто ответственные дорожные лица, должны были следить и курировать этот вопрос. Но, к сожалению, скорее всего, где-то получился сбой. У нас был на морской трехэтажный из розового гранита особняк с цветастой мозаикой над верхними окнами. Я там родился в последней, если считать по направлению к площади комнате на втором этаже. Так свой дом описывает Владимир Набоков. Тот самый, в котором он появился на свет в 1899-м и который навсегда покинул в 1917-м. А еще тот, который был единственным. Ведь всю дальнейшую жизнь в эмиграции писатель прожил в съемных квартирах. В наши дни о семье Набоковых напоминает только первый этаж, где и располагается небольшой музей. Впервые пришедшему найти его среди строительных лесов довольно сложно. А музей-то работает? Да. А где объем? Три небольших залы и вся экспозиция. Во всем остальном здании идет ремонт и реставрация. Помещения готовят для музыкальной школы. Хотя, по мнению многих литераторов и поклонников писателя со всего мира, особняк мог бы стать одним большим музеем. И все же принять 300 коробок с личными вещами Набокова, которые завещали родственники для единственного дома в мире. Коллекция до сих пор ждет своего часа в швейцарском Монтрео. Дороги, которые шли туда, они должны статься для нас, для всех заповедными. Дорога на Большую Морскую. Здесь родился писатель Набоков. В этом году Ладожское озеро еще не замерзло. Хотя ровно 79 лет назад, 22 ноября, здесь, по ледовой трассе, прошла первая колонна из 60 автомобилей. Температура тогда была всего минус 7 градусов. Впереди черный лед и такое же черное небо. Память о тех событиях тщательно хранит небольшой народный музей «Дорога жизни» в деревне Кокарево. Его открыли в сельской школе почти сразу после войны. Экспонаты собирали всем миром. А еще долгое время боролись за существование и терпели странное соседство. Ведь в 90-е здание попало в частные руки. Собственником стало общество охотников и рыболовов. Он был всеми забыт. И потому мы несколько лет предпринимали все, что могли. Обращались во все инстанции. В том числе и ваш канал поддержал. Это наша озабоченность о том, что музей надо восстанавливать. Надо его реанимировать. Надо делать из него нормальный, достойный музей. О том страшном участке нашей жизни, нашей истории, как блокада и дорога жизни. И эта борьба была не напрасной. На этой неделе деревянную постройку выкупили областные власти, которые обещают капитальный ремонт и гарантируют сохранение ценных экспонатов. Водружение знамени Объединенного Совета Ветеранов Дороги Жизни и их потомков над зданием музея, за которые так долго мы страдали и воевали. Сохранение Народного Мемориала – это лишь одно из немногих выигранных сражений в Большой войне. Важнейшие частички нашей подлинной истории все еще убиваются не временем и вандалами, а безразличием. Андрей Федоров. Пульс города. Продолжение следует...